у меня задача была следующая пусть д это дефицитирование алгебры и причем она не выразили ну как линейный оператор вот так вот нужно доказать что же не под ниль патент но для начала разу разложим же в корневые потространства ну в общем сейчас Спасибо. Такое разложение не всегда существует, но я эту задачу решаю чуть-чуть более в частном случае, когда у нас поле холестерики 0 и причем еще алгебраически замкнуты. Тогда да, вот существует. Теперь тут заметим первые некоторые свойства дифференцирования. Тут первое, да, что если у нас есть 2 минус альфа, допустим, да. Ну, так, мне нехорошо написал сейчас. Ну, так, мне нехорошо написал сейчас. Ну, так, мне нехорошо. вот вот такое вроде очевидно очевидно это ну и вот собственно отсюда же сразу можно как бы это обобщить типа тут если у нас степень n открывать просто бином нентона заново я хотел тебе время экономить экономить и 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 я тут правильно написал или что-то нужно исправлять какие-то коэффициенты может быть я имел то есть тут тоже дай степень к сейчас я посмотрю как там википедия то есть ты играешь что еще тут тоже до эквцент вот это да да так сейчас не понял как все понял да понятно но это все эти формулки они важны потому что мы отсюда выводим важно что пусть у нас же альфа 1 и же альфа 2 это корневые подпространства и и тогда вот утверждаем что их кмутатор ну вот порожденные векторы возможно вот так это будет же альфа 1 плюс альфа 2 если альфа 1 плюс альфа 2 это корень и если не корень тогда у нас просто будет на теперь мы построим новые дифференцирование ну и сейчас я пока что линейное отображение а потом поймем что это и дифференцирование тоже ну пусть вот с такой штат любого вот так вот теперь поймем что это действительно дифференцирование ну что мы для этого должны сделать но возьмем сначала давайте возьмем зафиксируем какой-то жорданов базис для оператора d и посмотрим как вот с будет действовать на таких штучках но мы хотим показать и понять что это действительно как бы вновь и вот вот так но как бы собственно из-за определений из определение оператора с мы тут сразу можем написать вот так вот вот альфа и тут у нас выйдет альфа и тут альфа же сразу выйдут выйдут со скобки вот так вот но это тогда если вот если тут сейчас посмотрим вот если ежи и я и ежи они такие что для них альфа и плюс альфа же это корень тогда но то что мы написали это правда да вроде потому что у нас е и ежи это лежит в корневом пост пространстве же альфа 1 плюс альфа 2 вот а если а если это не корень это тогда но если альфа 1 плюс альфа 2 николь другой да да который тоже не вырозен до который диагональный причем он диагональный вот именно в этом байзе где вот оператор шардан байзе для оператор дают ну типа вода теперь наша цель показать что форма кинга обновляется на всех векторах алгебры же мы тут используем вот такое соотношение вот если заметим что у нас мы это все можем рассматривать на базисных элементов но что тут важно если альфа 1 ну не альфа 1 альфа и ты плюс альфа жи ты не равны нулю тогда мы что можем тут написать это у нас будет альфа и плюс альфа жи но это всегда мы так можем написать но можем кроме этого еще сократить у нас будет тут просто форма е и ну типа того да я вот думаю вот это нам известно да уже или пока нет вообще говоря что форма киллинга и дифференцируем вот они так работают с это дифференцируем не выждена эти скобки это форма киллинга ну вот так вот но это правда клава теперь случае когда ну да если альфа плюс альфа альфа и плюс альфа жи не равны нуля это следует что вот это у нас не равно вот это уравняется нулю осталось разобраться случаем когда суммы корней у нас 0 но в таком случае мы можем понять что ну во первых альфа пусть теперь все следующие что тогда будет но но это вообще говоря это не корень да но и да потому что да да потому что у нас да и не вы и отсюда следует что но мы определяем с вот таким образом и показываем что да и вот так вот ну и теперь вот из вот этого когда утверждается что тогда присоединенное представление ну вот вот так вот вот и кроме этого но по этим же свойствам тут видно что все операторы а.д.к. ты они 0 патентны но в частности вот утверждается что вот вот операторы такие тоже 0 патент на потому что тут у нас коммуницирует частный случай когда у нас коммутант ну ей и ежи это 0 куда-то их и ну тогда по определению формы киллинга там следует ну вот таким образом мы показали показываем что формы киллинга на самом деле нулевая на любом на любых двух векторах да ну потому что мы просто можем разложить по базису и все это у нас выйдет ну тогда говорится что это означает что у нас д же разрешимы алгебра уже разрешим и тогда алгебра всех внутренних дефицитирование тоже разрешима и тогда рассматривается рассмотрим алгебру такую пусть да это алгебра внутри алгебры или внутренних диффицирования рассмотрим рассмотрим вот такую алгебру и вот мы как-то показывать вот этот момент я как бы не совсем понял коммутанты у этой алгебры это просто дельта и показывается что вот у нас дельта тоже разрешим это означает что вот такая дельта она 0 патент но если это не патент значит алги сама алгебра же 0 патент ну можно я готов то есть различным ну да если сейчас оператор не вырождены то вот это вот альфа равно 0 там такого нету да смотрел там решение я вот это решение сейчас или с ее я подумал что это может быть для всех дифференцирования это всегда так работает ну 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 Вот форма филинга перед первым элементом, там нет ли для формы филинга действия от физикости? Ну да, вроде, вот помните, что это форма физикости для пола филинга? Ну да, в чем эта форма отличается от других остальных? Не помню. Ну да, да, сейчас. Свет от A коммутатора ZTE, запитая T. Можете описать это? Да, наверное, лучше в администре написать, что это какая-то форма, а коммутатор ZTE, запитая C, а вместо следа ничего не пиши или там она напиши. Это то есть уже у нас форма килинга, да? Окей. Скорядное произведение между, точнее, вот вектором A, B и C. Это вот, видимо, равно скорядному произведению A с… B, C. Окей. Да, я такое что-то помню. Теперь, ну а что хочется, хочется вот это вот A перенести на C. Наверное… Ты можешь переставить местами C и первую скобочку AB. Просто C… Ну, да, 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 да. B равно… Теперь сказать, что это равно A, C, D. Так, вот это все равно… Ну, C… Это уже был… Окей, я не понимаю. это равно мимик комбинатор асфера это так просто рассуждение потому что комбинаторы все писали а у нас дифференцирование ну видишь что теперь я просто сложу вот это вот самую левую и самую последнюю которую ты написал нет еще две c саб и вот это вот в одну часть перенесу s у меня как а сейчас и получишь то что написано сверху сверху да но вот да только с коммутаторами а не с дифференцированием да не знаю но если что я могу попытаться в следующий раз найти доказательства или доказать что алгебра же мельпатентна да но тут рассуждение которое там были написаны были вот такие там говорится что вот а алгебра ли вне внутренних дифференцирования оно разрешимо рассматриваться вот новая алгебра ну вот ну с прямой суммой линейной оболочки оператора дифференцирования да и там что коммутатор вот коммутант этой алгебры это дельта и дельта это алгебра внутренних дифференцирования алгебры же и потом говорится что вот вот эта алгебра она тоже разрешима но и она разрешима и к тому же дельта тоже там разрешима ну как как-то нужно показать что дельта вот эта маленькая ну такая дельта она нельпатентна ну если она нельпатентна то алгебра ж тоже нельпатентна да 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 и потом говорим что коммутант вот такое алгебра это просто внутренний дифференциал но это до конца не понял я просто говорю как там показательство было написано то есть там какие-то утверждения которые наверное там нужно подумать и понять почему так работа так так и но так то это так Ну окей, то есть у нас последний, последний шаг, это мы хотим поменять разрешимость, вот у нас есть разрешимость и рассмотреть, но ее не хватает для того, чтобы показать, что алгебра непотентна. Поэтому мы рассматриваем еще вот эту вот дополнительную алгебру. Да. Пользуемся какими-то свойствами, и этого должна отследовать разрешимость, ой, и локантность нашей исходной алгебры. Да. Вот, как тут написано, тут написано, что, так как коммутант дельта, это такая дельта, и дельта разрешима разрешима, и вот из-за этого, отсюда следует, что… алгебра внутреннего дифференцирования – это нельпотентная алгебра. Ну, и отсюда следует, что… уже нельпотентная алгебра. Уже они… но у нас коммутант, видимо, не может быть не вырожденных… нельпотентная алгебра. Ну, наверное, может, да. Я думаю, это просто какие-то упражнения, которые нужно сделать, которые я не сделал. Это просто как бы эскиз доказательств, да? Ну, не совсем книжка, там, википедия, которая чуть-чуть странно называлась «Циклопедия» или что-то как-то так. «Я скину». Конечно. Истинный шаг. ваше время. Я знаю. Я знаю. Ну, и у меня… Ну, уже. Спасибо. Угу. 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 Так, а в прошлый раз за первый и последний пункт разобрали, да? Оно работает Так, у нас есть алгебра полиномиальных векторных полей И мы рассматриваем изначальное ее представление в алгебре тензорных полей с каким-то весом И написано вес комплекса, но, как я понял, он целый, да? То есть вот это полиномиальные векторные поля на комплексной плоскости То есть элементы вида F от Z это многочлен И представление в пространстве тензорных полей с весом лямбда Как я его обозначил, пусть будет Оно так обозначается? Ну там так было, это значит, да? Ну там, оно, если, как элементы, это умножение вот этого на F объекты То есть по сути это... То есть мы рассматриваем... Ну это просто, вот, если это не специальная форма Если специальная форма, у меня должно было лишнее умножаться, и надо, скажу, умножить с этой стороны А если я тендерно умножаю, то это вот как... То есть тут не прописано, что G от Z до Z степени лямбда это... Ну G от Z это многочлен Или... Многочлен Это прописано, да? Откуда это следует? Многочлен Ну вот это занимается многочленом, если... В этом смысле это можно спросить... Или когда мы говорим, что это нацсенсорный поляк В этом не сенсорный степенок Ну давайте посчитать, что уже все-таки Это поленом Окей, окей Так, будет чуть полегче Ну я думал, для функции тогда у меня получалось, что любое представление приводимо Ну там всегда можно найти поленомы какие-то Которые там... Ну что действуя SL2, я из этих поленомов и не вылечу никак Вот... Тогда... Ну меня это смутило немного Ну да, ну там что-то какой-то вообще базис где есть Ну да Ну да Ну даже... Ну так что ты будешь сходить? Какой-то, если... Еще... Да Ну да, вот А... Ну тогда сейчас нужно будет просто аккуратно написать Ну и... И не ошибиться У меня, наверное, не получится Сейчас я этот изобретен Выписал Ну вот мы ограничиваем данные Рассматриваем только поленомы не выше второй степени И... Можно заметить, что SL2 вкладывается в данные поленомы, ну то есть оно там содержится И в качестве этого базиса EFG стандартного для... EFH для стандартного базиса для SL2 мы возьмем такие вот вещи E это... E это... Эм... 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 Да, вот такие вот элементы Ну и тогда получается, что... E коммутатор F Это H Эм... Что там... Что там, какие... О, какие еще соотношения Эм... H коммутатор F Это 2F Эм... 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 пространство для h собственным значением альфа мы получим это мы перейдем в альфа плюс 2 этаж ну и для f перейдем в альфа минус 2 но это нам точно так же как и на лекции позволяет нам найти какие-то конечномерные вот представления альфа наверное это как сказать альфа получается процент для того что вот это вот переход от 0,2,2,4 эти листья а если взять собственное значение альфа это может быть какое-то число раз кратное ну если ты имеешь в виду что альфа это собственное значение уже оператора представления то оно вот там какое-то и плюс двоечка умноженное на какое-то число различных то есть так далее можем найти ну какой-нибудь элемент вот отсюда для произвольного альфа для произвольного целого и для этого нужно записать просто уравнение на собственное значение h ну это получится дифференциальное уравнение вот мы его решаем и соответственно находим элемент отсюда он порождает скольки там лямбда плюс одномерное вот это вот пространство как минимум и нам нужно найти такие лямбда чтобы оно не порождало все полиномы тут я сейчас то есть ну я просто хочу явно найти вот собственное значение же и потом написать условия на то чтобы он был максимальным то есть подействовать на него е получить ноль и тогда вот мы получим вот это вот конечномерную конечномерное неприводимое конечномерное представление но это только для для конечномерных под алгебр что с остальными делать и оператором аж элементы новых очевидно что получится ну какой-то код пространства ты смотришь и если оно совпадает со схем дубль за один то это ну как бы не те родные представления если оно совпадает ты уже нашел после входа это отдельно получается свойство S2 такое что оно как бы закрыто можно найти под представление по одному элементу из каждого станции то есть если я беру какой-то просто элемент я получаю уже под представление оно так с конечномерными под алгебры то есть мы найдем только такой вектор а в из в альфа от аж такой что е на в это 0 вот это эквивалент тому что вот рот аж на в это альфа в рот аж на в это аж это у нас что там 2 2z в штрих минус 2 лямбда в ну просто по определению тому как наше представление работает получаем что 2z в штрих это альфа плюс 2 лямбда в ну я да это нигде не пишу на дз в степени лямбда 2 понятно что имею ввиду так как тут решать это будет алгоритм в так трудно ошибся на двойку ошибся в это константа на z в степени лямбда плюс альфа пополам да и отсюда можно сделать вывод что дадут в лямбда это линейная булочка такого многочлена доманова ну по крайней мере линейная булочка содержится подействуем теперь вектором е на вот этот в рот е на альфа пополам я пожалуй перейду куда-нибудь так и это у нас двукратный это будет z квадрат на лямбда плюс альфа пополам минус 2z лямбда собственно на z лямбда минус 1 и мы хотим применять нулю чтобы найти вот максимальный как называется весовой вектор получим можно тут сгруппировать лямбда плюс альфа пополам плюс 1 лямбда плюс альфа пополам минус 2 лямбда и получаем условия на альфа альфа сначала вот мы рассматривали и так мы взяли изначально вектор из собственного пространства h вот и получили что он будет максимальным весовым вектором если будет выполняться такое вот условие то есть теперь мы на вот этот вектор в действуем элементом f то есть понижаем его и в итоге мы получаем там лямбда плюс ну вот этому она может быть равна и тогда мы получим под представление ну тогда у меня получилось что но при любом лямбда есть под представление а вот из этого у нас получится какое-то альфа и у нас есть поле поле но у нас записывался как видимо это будет вот такой старший вес ну если мы вместо альфа поставим 2 лямбда то вот за степень 2 лямбда оно дает нам старший вектор который нам порождает вот я не помню размерность лямбда плюс один кажется альфа плюс один вот такое под представление но получается что вот она приводим возможно что-то упустил вроде как ну да да понятно то есть у нас еще раз напомню что у нас вот это вот само пространство оно бесконечномерное которое то есть у нас есть и вот мы показываем что для любого лямбда найдется такое конечномерное под представление так что любое представление такое получается у нас приватимое и не надо рассматривать отдельно случаи для бесконечных причем что Продолжение следует...